К юбилею легендарного полёта Юрия Гагарина. Космическая неделя на Ретро-ФМ. Поехали! На Ретро-ФМ космическая неделя. У нас тут праздничное настроение такое прям невесомое, можно сказать. И по этому случаю вот вам, ребята, супергость у нас в студии на Ретро-ФМ. В первой смене это лётчик-космонавт Российской Федерации, герой России, депутат Государственной Думы, ошеломительно красивая женщина Елена Серова. Чертовски рада вас видеть. Спасибо. Елена, у нас тут огромное количество вопросов накопилось. Ну давайте, наверное, сначала начнём с вашего детства, когда спрашивали вас в детстве, кем вы, ну скажем так, кем ты хочешь стать. Что вы отвечали на этот вопрос? А я в детстве говорила, что я хочу стать врачом. Я смотрела такой фильм. И вот собаку там стреляли. И вот после этого я, вы знаете, так расчувствовалась, я решила, что я буду доктором. Подождите, собаку стреляли. А почему не ветеринаром тогда? Не знаю, вот как-то вот я решила, что я буду помогать людям, спасать. Не знаю почему. И вот почему-то вот решила доктором. Но, вы знаете, на самом деле это тоже слегка осуществилось, потому что на борту станции я всё-таки была доктором. Ещё дополнительно ко всему прочему. Да, это как бы мечта, она сбылась. Ясно. Там инопланетян не лечили, никакие там не попадались. Ай, слава богу, нет. А какие чувства вы испытали, когда вам объявили, что вы летите в космос? И, кстати, кто произнёс эту фразу «вылетите в космос»? Вы знаете, у нас нет такого пафоса, что вот вы летите в космос. Правда? Да, ну у нас немножко всё по-другому. Предположительно, возможно, тебя там, ты встанешь в дублирующий экипаж в таком-то году. Всё начинается заранее. Это у всех как совершенно. Елена, Елена, возможно, там как-нибудь там, да-да. Да-да-да-да-да. Вот, и ты начинаешь ещё лучше работать, ты там всё учишься. Какие хитрые у вас начальники, так за рычаги как-то дёргаются-то потихонечку. Да-да-да. Нет, у нас мудрые начальники на самом деле. Умные, да, ладно. Согласен. А потом уже официально объявляется, что ты встаёшь, ну, там, кто или космонавт, кто в отряде, коллеги, коллега и мне в частности, о том, что встаём в дублирующий экипаж. Вот, начинаем дублировать. То есть нет такого, что ты там 100% там завтра полетел. Да, то есть ты понимаешь, что ты проходишь дублирование, но при этом ты можешь вдруг внезапно заменить основной экипаж. У нас такое бывало, и вот недавно такая история, совершенно недавно была. Поэтому есть основной дублирующий экипаж. А далее ты уже опять проходишь всё по новой, там, медицина, всё тебе утверждают в основной экипаж. Вот тогда уже, да, ты понимаешь, всё, ты, как говорится, уже на финишной прямой, ты начинаешь ещё активнее готовиться, значит, там, сдавать все экзамены, тренировки проходить. Ну, всё стандартно. А вот когда уже ты действительно понимаешь, что ты видишь, когда ты сидишь в ракете и взлетел. Это самое главное. А скажите, а вот накануне полёта у вас были какие-то встречи с нашими легендарными женщинами-космонавтами, я не знаю, там, какие-нибудь напутствия от Валентины Терешковой или от Светланы Савицкой? А вы знаете, было и Валентина Владимировна Терешкова, и Светлана Евгеньевна Савицкая. Как бы получилось, что Светлана Евгеньевна Савицкая, конечно, она за меня очень была рада, она держала кулачки, она меня очень сильно поддерживала, я ей крайне за это благодарна. И действительно, она всегда моральная поддержка, это самое, как говорится, святое то, что может быть, самое лучшее. Вот Валентина Владимировна тоже, она пришла, когда у нас были проводы экипажа на Байконур, она тоже пришла, она нас провожала, тоже хорошие слова говорила, поддерживала. То есть тут, как бы, вы оказались правы и тут и там. Ясно. Ну, хорошо, когда такие люди, такие суперлюди, да, суперженщины поддерживают. Конечно. Да, а в космосе вообще выходные дни, праздники какие-то существуют на борту вообще? Чем народ занимается в космосе, если есть свободное время? На борту, конечно же, есть выходные дни, вот, но занимаются тем же, чем здесь и на Земле зачастую, да. Ерундой? Ну, не скажите. Ну, на диване же нельзя полежать, там же... Это невозможно, вы совершенно правы. Ну, день также расписан у нас по минутам. Встаем, умываемся, кушаем, это все тоже прописано. Обязательно, кстати, физкультуру. Физкультуру мы не пропускаем никогда, минимум два часа. Откосить нельзя? Нет, нельзя, потому что это, прежде всего, наше здоровье. Это, как бы, залог того, что мы вернемся здоровыми обратно на Землю. Много достаточно видеоконференций бывает, видеопоздравлений, записей, запись каких-либо, допустим, видеосюжетов в целях пропаганды нашей отечественной космонавтики. Я считаю, это замечательно. Очень многие космонавты в свое свободное время посвящают фотографии, либо же спорту. Подождите, подождите, не уходите от вопроса. Вы лично чем вот занимались? Вязали в космосе? Вы знаете, можно было, кстати, попробовать. Вот в качестве эксперимента, единственное, наверное, не разрешили бы туда спицы провозить, потому что... Крючком. Горючие материалы, наверное, поэтому как-то вот никому в голову не пришло. Но я думаю, что это осуществимо, и там это было бы вполне реализуемо. Но было не до этого, не до вязания, потому что кто-то книги читал, кто-то фильмы. Ну, как правило, если фильмы смотрели, мы смотрели их вместе. У нас прекрасная видеотека есть на борту станции. Наши фильмы отечественные, кстати. Вот мои одни из любимых «Любовь и голуби» и «Москва связан не видит». Я обожаю эти фильмы. Я думаю, что сейчас еще, наверное, ребята будут смотреть там, добавится в фильмотека фильмом «Время первых». Замечательное такое кино вышло. А вот по поводу фильмов, знаете, что хотел спросить? А космонавты в космосе смотрят кино о космосе. Ну, я имею в виду там, допустим, тоже нашу советскую классику. Там, не знаю, «Москва-Кассиопея», «Утракево в селе», «Солярис», «Через тернии к звездам». Что-то вот такое смотрится? У нас, конечно, есть такая возможность, безусловно. Но я хочу сказать, у нас там космоса своего хватает. Там свое кино. Не до него. Ну, кстати, фильмы замечательные. Я вот лично росла на этих фильмах, я хочу сказать. Кстати, когда мы сидели в ракете, готовились к старту, там есть такое свободное небольшое время, включается музыка. И вот музыка из «Отраков во вселенной», «Москва-Кассиопея», она звучала, да, у нас в наушниках, в шлемофоне. О, ну это красота. А вот в одном из интервью вы сказали, что ваша дочь, когда посмотрела «Тайны третьей планеты», ну, ну, чуть-чуть, но все же задумалась стать космонавтом. Было такое? Да, такое у нее было, действительно, потому что, ну, опять же, знаете, как мультик, это же вот, он немножко по-другому все отражает эту реальность. Хотя по мере взросления она видела, все на ее глазах происходило, конечно. Сколько это усилий требует, самоотдачи, ну, очень-очень много на самом деле надо было времени посвящать всему этому. Ну, как-то она так говорит, ты знаешь, мам, я, говорит, не знаю, наверное, все-таки, пожалуй, я буду что-то для себя другое выбирать. Не потому, что она испугалась сложности, нет, совершенно, но, наверное, она подумала, что третий космонавт в семье, это будет уже перебор. Ну, это будет гениальная семья, конечно. А вы не отговаривали дочку, зачем тебе это надо, посмотри на нас? Симонные профессии. Нет, нет, у меня не стояла такой задачи, я всегда поддерживаю дочь в любых ее начинаниях. Я считаю, что, наоборот, ребенку надо помогать в его стремлениях, а не как бы не гасить в нем его желания. У меня еще есть моя крестница-племянница Вероничка, и вот она, она мечтает стать космонавтом, потому что она как раз участвовала в видеоконференциях, которые проходили, в частности, вот с моей семьей. И она поставила себе цель, что я вырасту и буду космонавтом, как моя тетя. Да, я тогда помню, у нас есть прямая связь, то есть сейчас родственникам не надо ехать в Центр управления полетами, чтобы осуществить вот эту видеосвязь. Все спокойно, в домашней обстановке. И я старалась показать ребенку, как это все происходит. Ну, такое некое волшебство, извините за такое слово, да, как мы там летаем, как игрушки перемещаются. Даже у американцев летала, там какую-то игрушку брала, не помню, чей-то талисманчик небольшой, чтобы показать, вот как оно там все. И ребенок настолько вот этим заразился, загорелся, вот у нее сейчас реально она себе поставила цель, она хорошо учится, она говорит, да, я буду вот космонавтом, как моя тетя. Ой, ну с такой тетей-то, конечно. Не волнуйтесь, тетя. Ну, и все-таки вернемся к тому, а какие все-таки советские фильмы повлияли, может быть, на ваше желание стать космонавтом? Было такое? Тут, наверное, все в комплексе. Тут не только фильмы, но, наверное, вся жизнь она оказывала влияние, но вы совершенно правы, что масс-медиа, конечно же, они оказывают воспитательную, огромную, колоссальную воспитательную работу. Почему я сейчас сказала по поводу фильма «Время первых», потому что это фильм как раз для нового поколения, хотя и, допустим, тот же мультик «Тайна третьей планеты», замечательный, где Алиса Селезнева, там, маленькая девочка летает, занимается, да, то есть такая супердевочка, скажем так, посещает другие планеты. Он тоже оказывает определенное, скажем так, воздействие на умы наших маленьких радиослушателей. Это все правильно, это вот как раз та самая воспитательная работа, популяризация отечественной космонавтики, которая должна проводиться. Но я в детстве очень много любила читать, и я непосредственно читала Кирбаучева, все его рассказы, то есть не только мультики, там и фильмы, да, но очень много, допустим, ну, его книги не буду перечислять, они все известны. Конечно же, наша научная фантастика «Туманность Андромеды», например, она, конечно, тяжеловато читается для ребенка, но все равно она так и доказывает определенное влияние. Вообще, что такое научная фантастика? Это та фантастика, которая заставляет нас думать. Это не фэнтези, а именно нечто, что может в будущем воплотиться, и ты понимаешь, что ты можешь сыграть огромную роль для того, чтобы вот эта та самая сказка стала былью. Скажите, пожалуйста, вы ведь провели на орбите первое время, сколько? Пол... 168 суток. Ну, полгода, да, полгода. Ну, почти, да, без малого. Компания мужская там, муж-то не ревновал. Ну, я же не в командировку куда-то уехала отдыхать. Ну, все равно. Я хочу сказать, это серьезное мероприятие. Не, ну, а кто ж спорит? Нет, муж знал прекрасно расписанный мой график, он прекрасно понимал, что там некогда заниматься флиртом или еще чем-либо. А ваш муж принимал участие в подготовке корабля к полету? Может быть, какую-то заначку вам где-то поставил? Нет, это невозможно, потому что там надо центровку корабля соблюдать, любая заначка, ее тут же вычислят наши специалисты. А вообще кто-то пытается что-то с собой, скажем так, пронести, ну, в обход? Не знаю, я не пыталась. Не раскалывается депутат Государственной Думы. Я понятия не имею. Я могу только за себя говорить. Не, ну, на самом деле, конечно, это недопустимо, потому что все серьезно. Разве в космосе такие шутки возможны? Ну, а что, юмористов-то везде хватает. Космические гости, которые к нам приходят на ретро-ФМ, обладают просто великолепным чувством юмора. И, по-моему, кто-то нам говорил, что все-таки что-то удавалось. Да что-то там есть. Фамилию, студию. А вот дамы серьезные у нас в космос летают, все строго. Вы знаете, буквально там несколько минут назад мы спросили наших слушателей, кто желает с вами пообщаться. Огромное количество звонков. Телефон у нас тут один лопнул, другой вот еще уже дымится. Давайте мы ответим на звонок. Да, Дарья из Московской области до нас дозвонилась. У меня есть вопрос к вам. Я знаю, что вы даже встречали Новый год в космосе. И вопрос от женщины. Приходилось ли вам накрывать новогодний стол в космосе? Дарья, спасибо большое за вопрос. Очень действительно такой вот правильный. На самом деле не только в Новый год мы стол накрываем иногда, но и в будни. Но хозяйкой-то приходилось быть? Не приходилось, а я старалась быть хозяйкой. Хотя даже ребята меня иногда вот так отодвигали, говорили, мы все будем делать по очереди. И там уборку мы совершали по очереди, делали ежедневную. Но на стол, да, действительно, мы все самое вкусное поставили. Вы знаете, мы на столе размещали специальную липкую ленту, потому что надо было как-то крепить продукты. Чтобы не улетали. Чтобы не улетали, да. И очень удобно. Ребята наши такой ноу-хау придумали. Вот эту липкую ленту закрепляли. И на нее там достаточно буквально краюшком баночки приклеить. Либо пакетики вот эти, да, сублимированной едой. Конфет очень много нам привезли. Но, кстати, конфет почему-то не хотелось в космосе. Вообще сладкого не хотелось. Хотя мы иногда баловались, но... Скажите, а елку как вы закрепляли? Или она в свободном? Елка на такой липучке была. Там либо на липучке, да, либо что-то под специальные ремни натянутые. Либо вот, как мы придумали, на столе вот такие вот небольшие вот эти липучки. И на них легко там все так крепилось. Елка у нас висела, по-моему, вверх ногами. Насколько я помню. Ну, для нас это было не критично. А как под нее тогда подарки под сом? Рядышком-рядышком размещали там носочки. На самом деле на станции на борту МКС был огромный мешок, где были игрушки елочные, мягкие, правда. Там все мягкое, стекло нельзя. Елочка, елочку мы брали то мы, то американцы. Она у нас была одна, и она у нас кочевала из одного сегмента в другой. В зависимости, опять же, от праздника, от видеосъемок. А Новый год мы встречали вместе с нашими американскими ребятами, с европейскими ребятами. Я хочу сказать, они свое там что-то вкусняшки все подоставали. Что-то мы отложили специально для праздника. Яблочки, апельсинки, такой деликатес был достаточно серьезный для нас, да. И еще нам присылали на станцию поюсную икру черную. Она такая какая-то спрессованная. Она не разлеталась по икринке, не приходила себе? Нет, вот она как раз спрессованная была в таких маленьких баночках. Было несколько этих маленьких баночек. Вот мы как бы там ее дегустировали. Кудрявую живете. Ой, не говорите, не говорите. Хорошо быть космонавтом. Мы же эти как-то... Ну, не буду. Не-не-не, давайте, давайте, давайте. Ну, уж начали говорить, а? Нет, на самом деле, конечно, хотелось там салата оливье, чего-нибудь, селедку боржовую. Но, к сожалению, у нас такого меню не было в рационе в нашем. Поэтому довольствовались тем, что есть. Недавно появились такие статьи в прессе, что к 25-му году, до текущего столетия, планируют на орбите сделать космический отель. Скажите, вот лично вы согласились бы в таком отеле пожить с семьей? Вы же там уже, собственно, побывали на орбите. Ну, поработать, а так отдохнуть. Не, ну это, конечно, было бы неплохо. Я-то знаю, как я буду реагировать на невесомость, на все остальное. Хотя там, насколько я помню, речь шла о том, что в отеле будет за счет конструкции самой станции будет некая сила притяжения. Ну, да, там какое-то кольцо будет. За счет вращения, скажем так, да. Ну, что я могу сказать? Я знаю только одно, что неизвестно, как будут на это реагировать посетители, потому что в любом случае... Тут надо говорить о том, во-первых, на какой срок летят, да, опять же, какой вестибулярный аппарат. И независимо от того, что там они создадут искусственную гравитацию, как вестибулярный аппарат будет на нее реагировать. Потому что, вот смотрите, когда мы стартуем по длинной схеме, двое с половиной суток, я сейчас попробую объяснить. Это, знаете, как? Мы летели за шесть часов, а есть такие двое... Ну, примерно за двое с половиной суток. Это как медленный скорый поезд, так, ну, чтобы слушатели понимали, что это такое. Так вот, по длинной схеме у нас делается ориентация на Солнце с закруткой. То есть, грубо говоря, мы ориентируем наши солнечные батареи на Солнце и закручиваемся вокруг своей оси. Ну, и, конечно же, при этой ориентации нашего корабля там мы и живем, и спим, и все остальное. Вот мне не довелось это прочувствовать, а я от своих коллег слышала, что когда они укладывались спать, они головами старались вот поближе к оси вращения ложиться, чтобы вестибулярный аппарат как бы легче реагировал. Вот понимаете, тут такие тонкости, нюансы, которые надо учитывать. Ну, а если мы это опустим и скажем так, ну, вы говорите, на сколько, на недельку до второго, не в Комарова, а на орбиту? Вы знаете, я прямо сейчас бы, честно скажу, вот с удовольствием, с большим удовольствием. Потрясающе. Меня не надо упрашивать. Насчет вестибулярного аппарата, ведь, знаете, существует же очень много людей, которые не переносят качку, но ходят в круизы. Есть такое, да, есть и такое, кстати, есть и обратное, потому что непредсказуемо, как там начнет вестибулярный аппарат реагировать. А если кто вообще не может приспособиться? Вы знаете, мы его на Земле оставим. И все. И тогда можно лететь без проблем совершенно. Вы скучаете, Елена, по космосу? Тянет вас обратно? Ой, очень. Очень, если честно, очень. Мне даже иногда снится о том, как я летаю, как я какие-то работы выполняю. Невесомость, это, конечно, непередаваемо. И вообще там по-другому совершенно воспринимаешь. Все окружающее, мир, по-другому на все смотришь. Вот как-то вот оно... Космос, конечно, это можно только почувствовать. А снится он вам? Да, мне было, что снилось, да. Да-да-да. А скажите, вот сейчас же разговоров много, что собираются снимать художественный фильм на МКС. Вот. Как вы, в принципе, относитесь к этой идее, если бы вам предложили роль в этом фильме? Ну, начнем с того, что никто не предлагал, конечно. Потому что для этого есть профессиональные актрисы и, соответственно, режиссеры. Ну, актриса в космосе и актриса на Земле, это совершенно разно. Я бы полетела. Меня уговаривать долго не надо. Тем более, что нас и режиссерскому делу обучают. То есть мы все умеем. Вот так. Фото и видео, да, и режиссура немножечко, как бы, потому что мы там сами себе вольные. Сам себе режиссер. В прямом смысле этого слова. Ну, что я могу сказать? Ну, рано или поздно это бы случилось. В принципе, тут много, конечно, аспектов. Период будет небольшой, по-моему, там несколько... Ну, дней 10, если не ошибаюсь. Это ни для кого не тайна. Только надо, как бы, организовать все таким образом, чтобы ребята, которые прилетят туда, смогли быстро очень освоиться и, как говорится, прийти в себя, адаптироваться. Потому что период маленький. Ну, посмотрим. Будем надеяться, что у них все получится. Я могу только пожелать удачи, успехов. Ну, вы, в принципе, относитесь к этому положительно, что... Я не вижу в этом ничего отрицательного. Ну, а то будут там какие-то люди летать с камерами. Тут работу работаешь, да? Ну, какие-то... Не-не-не, ну, слушайте, так не получится, потому что это все будет под пристальным контролем Земли. На Земле же огромное количество у нас специалистов, которые будут прописывать куда, где, что. То есть, как бы, разводить, скажем так, ребят, которые там проводят какие-то эксперименты, работы. Ну, будет интересно, я думаю, очень. Вы же, когда были на МКС, занимались помимо основной программы еще и, скажем так, ну, это, ну, наверное, не хобби было, но вы там эксперименты с зернышком яблочным... Было такое, да. Да. Причем там все было неплохо, оно проросло, и там, так скажем, пошло дело, но у вас не получилось взять его обратно сюда, да? Оно не смогло выжить, потому что нужна была питательная среда, а, понимаете, у нас же все под каждый эксперимент расписано, и я не могла брать тот материал, который был не запланирован. И получается, что на Марсе высадить эту яблоню... А мне кажется, все весьма возможно, потому что... Ну, на Марсе не знаю, на Марсе, видите, там состав атмосферы несколько и оно, и у нас-то все-таки атмосфера внутри станции была... Дружеская. Аналогично, да, дружеская, аналогично нашей земной поддерживается, потому что нам же там тоже надо жить, дышать, как-то немножечко. Но я могу сказать, что для того, чтобы что-то там начало расти и развиваться, достаточно, конечно, тех заданных параметров атмосферы, которые у нас есть, солнце и вода. Наши лучшие друзья. Да, совершенно точно. А скажите, а почему именно яблочные зернышко и... Да прилетели бонусами зеленые яблоки. Яблоки, и вы... Я его съела, а грызок остался. Вдруг, ну, знаете, как мы начинаем жевать агрызок? Это каждые зернышки. Я не знаю, любите вы зернышки? А я люблю раскатывать и грызть. А тут мне пришла такая гениальная идея. Думаю, а почему бы, собственно, не попробовать? Я как-то так увлеклась. Два зернышка, оба проклюнулись. Ну, вот одно не выжило, наверное, как раз послужило питательной средой для второго. Второе оно уже полностью раскрылось. У меня даже есть фотографии поэтапные, как это все было. Я задокументировала. Да, уже второе зернышко сбросило с себя эту обечайку коричневую. Прям листочек, корешок. Прекрасно. Но надала что-то уже, видимо, посерьезнее, чем водичка. А вот у меня еще такой вопрос. А есть какие-нибудь необычные названия для привычных, для космонавтов, ну, или просто предметов на МКС, вещей? Ну, там какой-нибудь космический сленг. Есть такое? Сколько угодно. А, например? Не, ну я даже приводить не буду. А что там, так страшно? На самом деле у нас очень много аббревиатуры. И если взять, допустим, те же борт-документации, ручаясь, вы там вообще ничего не поймете. Потому что там все из АБВГД и ее ЖЗ. Нет, это так. А я имею в виду, наверное, в смысле... Как мы называем наушники? Ушами, например. Нет, там такого нет. У нас все четко, понятно. Да вы что. Конечно. А зачем тогда зашифровываете это все, чтобы потом никто не догадался, когда в журналы, в бортовые, вносите какие-то записи, вы говорите там сплошные аббревиатуры. А кто вам такой сказал, что мы что-то зашифровываем? Это, понимаете, это сокращение для того, чтобы сохранить место. И все. Это все очень просто. Точно так же здесь и на Земле у нас существует определенная аббревиатура. Допустим, система СОЖ. Что это такое? Ну, кто же не знает систему СОЖ-то? Да. Это система жизнеобеспечения. Или, допустим, КДУ, комбинированная двигательная установка, СОТР. Система обеспечения терморегулирования. И там вот все-все-все-все-все. Потому что если писать эти полные названия, представлять, сколько места будет занимать и времени. Так у космонавтов целый язык получается тогда. Да. Короче, Йоколэмэне, это не просто. Нас с мужем-то, когда мы разговаривали, кроме дочери, никто не понимал вообще, о чем мы говорили. Все знают, что есть определенные традиции у космонавтов. Ну, в частности, у космонавтов-мужчин. Это по дороге на Байконур. Автобус останавливается в определенном месте. Космонавт подходит, там, к колесу. Да. И едут дальше. У женщин есть какие-то свои традиции перед полетом в космос? Ну, традиции у всех одинаковые. Женщины в этой традиции немножко не участвуют. Это чисто номинальная традиция. Спешу сразу же всех предупредить об этом. Чисто просто остановка. Подышали свежим воздухом, поехали дальше. Перед стартом, перед тем, как поехать на старт, мы обязательно смотрим кино «Белое солнце пустыни». Кстати, очень много ходит среди обывателя различных легенд. И многие начинают говорить, что это Юрий Алексеевич Гагарин это кино достал там с полки. На самом деле, не совсем так. Это Алексей Архипович Леонов, этот фильм. Действительно достал с полки. И он ему очень-очень понравился. И потом как-то это вот вошло в традицию. Он смотрел его перед полетом и вошло в традицию смотреть это кино, этот фильм перед полетом. Даже есть такое суеверие, если его не посмотреть, то обязательно что-то может пойти не так, что-то случится. Были подтверждения этому, были такие действительно примеры. Вы лично что-то делали, скажем так, перед тем, как... Туда отправиться. Вот вы мне прямо приписываете. Ну, нет, ну... Нет, я ничего не делала, я только работала. У женщин свои секреты. Нет, вы хотите сказать, наверное, может быть, какие-то талисманы или еще что-то, как говорится. Ну, вот смотрите, на самом деле я брала с собой игрушку мягкую, индикатор невесомости. Я привезла ее с Олимпиады. Мне удостоилась чести поднимать российский флаг на Олимпиаде среди наших героев, наших космонавтов. Хотя я еще не осуществила свой полет космический, но тем не менее, да, я там присутствовала среди прочих. И я оттуда дочке привезла олимпийского зайца. Я не думала, что возьму его с собой в космос, но есть такая традиция, командир выбирает игрушку мягкую в качестве индикатора невесомости, которая служит у нас на корабле. Да, это нам рассказывали, да. Да, и вот Александр Михайлович Самокутяев, как бы он так предоставил мне возможность, говорит, Лен, говорит, ну, давай, я уже летал, у меня было, давай ты, вот, выбери игрушку, я за это им очень-очень признательна. И Аленка вот этого зайца говорит, мам, пусть будет вот этот зайчик, она пришила ему такой бантик из ленточки в виде нашего российского триколора, и вот он летал со мной в космос. Там еще был маленький такой, я его называю колобком, желтенькая такая игрушка, вместе с зайцем я присыпила. Мне ее подарили ребята из Японии, из Джакса, это японское космическое агентство. Ну, просто как в качестве небольшого сувенира, но я в знак благодарности к ним тоже ее взяла с собой в космос. Сейчас она вот в японском посольстве, я им обратно подарила, что вот. Потому что ребята тогда в шутку из Джакса сказали, что возможно когда-нибудь эта игрушка будет логотипом или каким-то символом олимпийских игр в Японии. Они тогда мечтали об этом. Ну, вот я в Японии японское посольство передала, сказала, вот, пожалуйста. Да, тут, знаете, все, да, так, все интересно. А зайчик домой вернулся? Конечно, он у нас в дом живет. Елена, а вот всех космонавтов испытывают в экстремальных условиях после того, как в 65-м году, помните, Леонов и Беляев вместо расчетной точки приземлились как бы в глухой снежной тайге, и им приходилось самостоятельно, да, справляться с этой ситуацией. Вы проходили тренировки там в пустыне на Байконуре при 60 градусах? Обязательно. Конечно, мы все проходим эти тренировки и в пустыне, и в тайге в зимней. Это обязательно условие у нас. Есть носимоаварийный запас, который позволяет выжить в причине нескольких дней до прихода поисково-спасательной службы. Я могу о каждом случае так немножечко развернуть, давайте поподробнее. Допустим, если мы говорим о зимних выживаниях. Ну, давайте, да, один вот пример, да. Да, давайте зимние, например. Вот у нас есть носимоаварийный запас, аптечка. Ну, что такое у нас? Это мачете, нож. Мачете, знаете, да, в джунглях прорубаются такой. Ну, мачете, мачете, да. Ну, кто мачете, кто мачете, как у нас. И с помощью вот этих всех подручных средств мы должны суметь себе сделать убежище. Не суметь, а сделать себе убежище и, допустим, подготовить сигнальные средства для того, чтобы привлечь внимание поисково-спасательной службы. Да, так если в двух словах. Но там есть ряд особенностей. Допустим, мы делаем два убежища. Первую ночь это односкатный шалаш. Он сооружается из веток, плюс еловые лапы такие, лапки срубаются, чтобы защитить от ветра. Изнутри медицинская накидка. Ну, медицинская накидка это такая, скажем так, пленка с фольгой, которая отражает внутрь тепло, исходящее от костра. Так если в двух словах, да? А также мы делаем вигваму, знаете, как это вот в простоквашино. Помните, они вигвамы рисовали? Он говорит, нам вигвамы рисуют. Вот такой же вигвам мы делаем из палок, из сучьев и парашютной ткани из строп. Очень, кстати, тепло, но до этого надо полностью поверхность от снега освободить, естественно, потому что если костер там зажечь, внутри представляешь, что там из лапника, соответственно, для себя делаешь непосредственно лежаки, вот, плюс парашютная ткань сверху. Очень тепло, я хочу сказать, поднимает температуру, там ее можно хорошо согреться. Ну, это с ума сойти. Как один из примеров. А получается, что вы такая женщина, которая не пропадет нигде? Ну, получается, что так-то. А в жизни как-то вот эти вот навыки приходилось использовать? Вы знаете, нет, ну, слава богу, для выживания нет, хотя я думаю, что выжить я смогу всегда. Но мне очень в жизни пригождается мое инженерное образование, потому что вот недавно я тут стройкой занималась, в частности, я хочу сказать, физику процесса ты когда понимаешь, мне кажется, ты можешь все что угодно вообще. А есть какие-нибудь особенные требования к внешнему виду женщин, космонавтов? Ну, не знаю, там, длинные волосы, маникюр, что возможно, что позволительно? Каких-то специальных требований нет, но, конечно, должно быть все в рамках приличия. Мы же с вами это должны понимать, мне кажется, это и так понятно. Но длинные ногти там просто неудобно будет, потому что необходимо выполнять работы определенные. Вот. И как бы там некогда будет бегать, да, и заниматься вот этими всеми делами совершенно. Потом по поводу, говорят, вот волосы, длинные волосы, там эксперимент. Ну, это никакой не эксперимент был. Наши американские коллеги, астронавты, они летали с длинными волосами. Вот. Но я для себя сделала вывод, что там удобно либо короткая стрижка, либо длинные волосы. Потому что средние длины волосы, они начинают вот так, да, разлетаться вот так шариком. И мало ли там все-таки вентиляция и все-все-все-все-все. Что касательно внешнего вида, я хочу сказать. У меня спрашивают, а вы косметику брали, набор станции? Ну, я, да, конечно. Среди прочих у нас и мужчины брали косметические средства, я брала. Ну, вот мне разрешили взять подводку для глаз. Кстати, она была наша отечественная. Сразу обращаю внимание. Не буду говорить, какой фирма, но да. Потому что, как же, я же представляю лицо страны, я все равно должна хорошо выглядеть. А как? Не без этого. Ну, кажется, это нормальное желание любого человека, не только женщины. Не, ну, хорошо выглядеть это, да. Кстати, сейчас вы потрясающе выглядите. Спасибо большое, стараемся. А вы той же подводкой для глаз пользуетесь, что и в космосе? Или вы поменяли, скажем так? Периодически, от раза к разу. Ведь в этом же году исполняется 60 лет с момента полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос. Такая знаменательная дата, юбилей. Скажите, ну, понятно, что официально все это будет отмечаться. Это широко и масштабно. А вот вы лично как-то планируете отметить эту дату? Ну, в узком кругу друзей, безусловно, да. Ну, я хочу сказать, в основном, конечно же, это, как правило, встречи. Очень много встреч запланировано с ребятами, с молодым поколением и не только. Потому что важно рассказывать о своих достижениях, о том, что вообще у нас происходит, чтобы ребята слышали вживую, а не по каким-то статьям или еще откуда-то брали информацию, додумывали. Потому что, к сожалению, сейчас, ну, много такой информации неподтвержденной. И я считаю, что важно живое общение с ребятами. А так, конечно же, я хочу сказать, дата достаточно серьезная. Мы должны как можно больше сейчас внимания уделять нашему подрастающему поколению. Безусловно, будет посвящено им. А все-таки, скажем так, о узком круге друзей. Вот за столом вы собираетесь. Есть какой-то тост у космонавтов, который, я не знаю, традиционный или посвященный чему-либо. Но именно такой, если так можно сказать, космонавтский тост. Ну, вы знаете, он, наверное, больше пришел из армии, от наших летчиков, когда говорят, и за сказанное, 3-4, ура, ура, ура. Ну, тогда что, поднимаем кофе? Да. Чажетку чая. Можно чай, даже если что, и кефир тоже подходит с утра пораньше. А вы же предложили сделать День космонавтики 12 апреля выходным днем. Вот можно ли в ближайшее время нам рассчитывать на дополнительный свободный день? Нет, вы знаете, было немножко не так. Не так чуть-чуть все было. Ну, давайте так. Нет, ну, слушайте, меня спросили, как вы считаете, вот что можно сделать для того, чтобы о наш День космонавтики никогда не забывали? Я сказала, что да, было бы хорошо сделать его выходным днем. То есть я не вносила предложение. Это было мое личное мнение. Понятно. На всякий случай. Для популяризации отечественной космонавтики, для того, чтобы наши ребята, наши наследники не забывали вообще, чего достигли их предки. Я думаю, это было бы правильно, безусловно. Хотя много противников. Я слышала сразу очень много камней в мою сторону полетело. А что такого-то? Вот как это может вообще? Ну, на экономике может сказаться и все остальное прочее. Хотя я считаю, что на самом деле это одна из величайших заслуг нашего народа. Советского народа. Вы представляете, сколько было вложено труда, сколько было усилий потрачено на то, чтобы изобрести, создать ту космическую технику, на которой полетел Юрий Алексеевич Гагарин. Ведь мы никогда не должны этот подвиг забывать. Во-первых, подвиг советского народа и непосредственно подвиг простого русского парня, как у нас говорили, которому мы гордимся и гордится весь мир. Мы всех опередили, мы стали первыми. И ведь, ну, это словами невозможно передать. Ведь человек шел в неизвестность, фактически он шагнул в неизвестность. Поэтому мы никогда этот день не должны забывать. Я, в общем-то, и не отрекаюсь от своих слов. Я считаю, что это было бы правильно. Но ведь у вас же есть возможность. Вы же находитесь в Государственной Думе. Вы выдвигаете, а мы будем поддерживать. Спасибо огромное за поддержку. Но для этого, конечно, должен быть консенсус. Считайте, что мы с вами достигли. Елена, поздравьте наших слушателей, пожалуйста. С наступающим Днем Космонавтики. Я от всего сердца хочу поздравить всех ваших радиослушателей, пожелать им космического здоровья, вселенского счастья и неземной любви. Ой, как-то просто и очень душевно. Спасибо вам огромное, что вы нашли время и к нам заглянули. Спасибо большое вам за приглашение. Ну, а мы, друзья, еще раз хотим сказать, что у нас сегодня в гостях, ну, к сожалению, скажем, что побывала, потому что время разговора закончилось. Елена Серова, летчик-космонавт, герой России, депутат Государственной Думы. Первая мама, которая посетила открытый космос. Кстати, четвертая россиянка, которая побывала на орбите. Первая, которая побывала на МКС. Вот такая вот женщина просто фантастической красоты у нас сегодня была в эфире. Елена, еще раз вам большое человеческое... Нет, неземное. Спасибо за то, что вы нашли время и к нам заглянули. Спасибо вам огромное. К 60-летию полета Юрия Гагарина. Космическая неделя на Ретро-ФМ.